В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Между двух огней в такой пренеприятнейшей ситуации оказались жители 48 многоквартирных домов в поселке Мехзавод. Управляющая компания ТВН, что обслуживает их квадратный метр, ныне на грани финансового краха. Виной тому многомиллионные долги перед энергетиками. Война между коммунальной конторой и ЗАО СУТЭК идет не первый год, и вот теперь она вышла на новый виток. Руководство ресурсоснажающей компании сделало одновременно два хода конем. Направила иск в арбитражный суд с требованием признать коммунальщиков банкротами и обратилась в главку управления МВД по Самарской области с просьбой дать оценку деятельности этой компании. Причем юристы СУТЭК убеждены, что сделать это нужно как можно быстрее. В противном случае вырисовывается на их взгляд мрачная перспектива. Порядка 60 миллионов рублей, внесенных горожанами в качестве платы за тепло, могут бесследно исчезнуть. Оппонент энергетика Владимир Терещенко, глава УКТВ, называет все эти обвинения надуманными, долги не признает и считает себя объектом травли, цель которой выжать его с рынка. Может это было бы выражать языком юридическим банальный спор двух хозяйствующих субъектов, если бы крайними в нем не оставались жители. Такой страсти у вас прямо. Здрасти это не у нас, это у них. Это у них страсти. А мы только мы кричим. Вот этот спор и заложники естественно мы. Мы уже столько прошли этих кампаний и сколько нас обманывали. Это мы уже все на этом ученые. На площади перед ДК «Октябрь» собираются не менее полутора десятка старших по домам. От всех этих интриг, скандалов, расследований признаются активисты, у них просто голова кругом. С 2008 года они сменили уже шесть управляющих компаний. И всякий раз их отношения заканчивались бесславно. Контора уходила в небытие, прихватив с собой деньги, собранные на текущий ремонт. Неужели вновь на те же грабли возмущаются люди? Обжигались и послушали. У нас был жилкомхоз, ушел с нашими деньгами, жилкомсервис, ушел с нашими деньгами. И нам говорили о том, что нам эти деньги вернут через кассу. Вернули? Нет, не вернули. 570 тысяч в одной компании, 150 в другой компании предыдущей. И сейчас в этой останется, может быть, 200 тысяч с лишним. Да, и мы остаемся без. У нас это не устраивает. У разбитого корыта. Вот эта история, которая случилась с управляющими компаниями, в том смысле, что они закрываются, а деньги наши ремонтные у них остаются, это пример для других управляющих компаний, что можно спокойно, ничего не делать на этом доме, ремонтными деньгами этими, оперировать как хотим, а потом закрыться, обанкротиться, открыть новую компанию. Почему же, откуда такие суммы в 38 миллионов, теперь уже в 70 миллионов? Почему ему Терещенко их не платит? Кто знает. Эти вопросы уже не раз становились предметом разбирательства в арбитражном суде. Конфликт тянется еще с 12-го года. За это время ЗАО СУТЭК успело направить и выиграть несколько десятков исков. Главная претензия энергетиков к управляющей компании – это злостное нарушение договоренности об оплате тепла. Противостояние уже однажды плохо заканчивалось для коммунальной конторы. В 13-м году ее признавали банкротом. И вот, похоже, история вновь повторяется. Хотя представители ЗАО СУТЭК и уверяют, что изначально не хотели затевать войну. Заключили мировое соглашение, пошли на определенные, скажем, уступки. Позволили данной компании расплатиться по периоду задолженности. Ну и вот на сегодняшний момент уже и проходит к завершению отопительный сезон. И мы опять имеем колоссальную задолженность, которая уже сложилась с января 2014 года. И до настоящего времени сумма составляет около 60 миллионов. Возникает, естественно, вопрос, куда деваются денежные средства. Ведь даже с учетом, скажем, сегодняшнего положения тяжелого финансового населения, все равно осуществляет оплату. Пусть более или менее процент, но оплата должна идти. Мы же этих денежных средств не видим. Есть в этой неприятной ситуации еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, говорит главный юрист СУТЭК Оксана Лескина. У коммунальной компании ТВН совсем недавно появился клон, контора, с тем же названием, но с небольшими отличиями в аббревиатуре. Зачем Владимиру Терещенко сразу две одинаковые фирмы задаются вопросом энергетики и подозревают худшее? Вот она, видите, аббревиатура, вот у него, например, ООО, а по уставу идет, управляя, вот видите, ООО, управляющая компанией ТВН. А сейчас он ее зарегистрировал, просто ООО УК ТВН. И это считается уже все, другая компания. Если вот возникла бы там какая-то альтернатива, место УК ТВН, может быть у вас еще вопросы возникли, а когда у вас в двух буквах там то же самое сокращение идет, соответственно, никто даже и мыслями-то не задумается, что это другая компания. Те же самые лица, но с новой вывеской и с чистым балансом. Долги оставлены, можно работать дальше. Если подтвердятся опасения, то, уверенно, в СУТЭКе пропадут порядка 60 миллионов рублей, собранные за тепло с жителей Красноглинского района. Аналогичная схема, говорят энергетики, уже была применена менеджерами управляющей компании в 2012 году. В итоге долги перед ними перешли в разряд мертвых. Впрочем, у главы УК ТВН Владимира Терещенко совсем иная версия событий. То, что появилась еще одна контора, он не отрицает, но говорит, что создал ее для того, чтобы обслуживать дома, где есть СЖ. Что же касается перманентного конфликта с СУТЭКом, то здесь, по его словам, хрестоматийный пример борьбы за место под солнцем. И он в этой ситуации крайний. Все не скажу, но просто человеческий фактор. Это борьба за дома. То есть, я не ложусь под ним. Извините за слово. Бизнесмен без боя сдаваться не намеренно, ведь по его версии СУТЭК цифры берет чуть ли не с потолка, выставляя завышенные счета, при этом откровенно недотапливая. Мой долг составляет, по моим расчетам, где-то около 2-3 миллионов максимум. И всего лишь навсего. А как же он так мукотывал? Какая разница, откуда он берет? Ну, вопрос задайте не мне суду. 11 апелляционную мы проиграли. На 9 апреля назначен суд в Казани. И я сказал, что по решению данного суда, я дойду до Верховного суда, я не остановлюсь. Но это уже, извините за сленка, это беспредел уже. То есть, выставлять такие суммы и не считать. И это деньги не мои. То есть, ну, обанкротят меня, бог с ним, то есть, выгонят меня. Найду я другую работу. Больше, чем поставили и оказали услугу, мы не требуем. Суд подтверждает правомерность и обоснованность выставления объемов данной управляющей компании. Говорить сейчас о том, что управляющая, вернее, ресурсоснабжающая организация действует не в рамках законодательства, это утверждение будет голословно. Со всеми у меня нормальные отношения, с судэком нет. Ну, не заложились отношения. Да, было такое, они обанкротили компанию. Хотя я в глаза говорил, вы что делаете, вы деньги потеряете. И до сегодняшнего момента должники как были, так и есть. Тот господин Тереченко действительно прав. С другими ресурсниками, в частности, с СКС, у него нет таких запущенных конфликтов. Хотя, если его контора обанкротится, деньги потеряют и они. Самарским коммунальным системам коммерсант тоже задолжал. Но не столь критично, чуть более 4 миллионов рублей. Эти деньги взыскивают через арбитраж. Обычная практика, говорят в СКС, где сейчас с интересом наблюдают за тем, как развивается скандал вокруг УК ТВН. Ну, с этой управляющей на данный момент у нас договор расторгнут ресурс снабжением, а квитанции на прямое население выставляем. Ну, в принципе, я не могу сказать, что это самое злостное управляющие компании, не оплатилищик. Они оплачивают просто не в полном объеме. При среднемечном объеме начисления где-то миллион двести, ну, три с половиной периода задолженности, это не критично. Ну, к сожалению, да, на данный момент стопроцентной оплаты нет ни у одной управляющей компании. То есть вам не выгодно, чтобы они стали банкротами? Ну, хотелось бы 4 миллиона на расчетном счете увидеть. Судя тому, что, да, военные действия начинаются в подношении к этой компании, то, да, вероятность снижается. Негласный арбитр в ЖКХ спорах Виктор Часовских тоже следит за этим противостоянием и уверен, неважно, кто в итоге в нем победит, главное, чтобы жители не проиграли. Они не могут договориться по этим вопросам. Ну, видимо, коса на камень наехала. Здесь вот тоже надо наводить порядок в взаимоотношениях между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. У меня, честно говоря, много вопросов и к судам. Почему? Потому что при рассмотрении таких дел, ну, надо учитывать и, в первую очередь, объемы, которые поставлялись. Тем более, если ресурсоснабжающая организация подтвердила, что она меньше выставляла объем тепловой энергии, значит, она должна выставлять цену гораздо меньше. Но, тем не менее, она выставляла в полном объеме эту цену. Вот тут вот мне непонятно, как мог суд такие решения принимать. Я еще раз говорю, я не стою ни на чьей стороне, я стою на стороне справедливости. В принципе, главное, чтобы жители не пострадали вот в этих разборках. Но жители говорят, что уже страдают. Ведь деньги, которые по решению арбитража должна выплатить УК ТВН, берутся не из воздуха. Это в том числе средства, собранные на текущий ремонт. То есть, получается, за тепло люди платят дважды. При этом латание дыр, а их в старых многоэтажках хватает, постоянно откладывается. Конечно, мы страдаем, несомненно, потому что забираются со счетов по решению суда наши деньги, которые идут на техническое, на ремонт текущих наших домов. У нас нужна замена инженерных коммуникаций, у нас нужны работы по окровле проводить. Вот то, что у нас было определено, сейчас работа застопорилась. Почему? Потому что нехватка денег. Пока в арбитраже решают судьбу УК ТВН, жители затеяли собственное расследование, создали ревизионную комиссию, которая должна докопаться до сути. Откуда взялись такие фантастические долги? При том, что злостных неплательщиков в этих 48 домах не так уж и много. Активисты уже затребовали финансовые документы и от управляющей компании, и от ЗАУ СУТЭК. Терещенко бумаги предоставил. Энергетики пока держат паузу. Если мы спрашиваем, дайте нам разъяснение, каковы ваши претензии. Если такая информация будет получена, и мы увидим, что компания УК ТВН недоплачивает, мы будем принимать соответствующие решения. Но пока достоверной информации нет, мы свою компанию будем отстаивать до последнего. Хотят и эту компанию также подвести под банкротство. Мы этим недовольны. Компания работает, мы находим общий язык, все. Я не хочу сказать, что это компания золотая, другие компании плохие, что СУТЭК плохой. Мы такого не говорим. Мы говорим, дайте нам достоверную информацию. Если нужно СУТЭКу деньги, ну напрямую мы согласны платить. А потом уже они между собой там за эти деньги пусть борются. А мы уже платить будем, и долгов у нас не будет. Ну что ж, вполне разумное предложение. Эти дома уже перешли на прямые расчеты с завода, с СКС. Почему бы по той же схеме и не работать с энергетиками? Посмотрим, пойдет ли СУТЭК людям навстречу. И чем закончится это противоборство с управляющей компанией ТВН, которая приобретает особую пикантность в период лицензирования. Впрочем, у господина Терещенко сегодня хватает и другой головной боли. Как мне стало известно, жители десятиэтажки на мехзаводе, который обслуживает ТВН, обвиняют коммунальщика и в составлении раздутых смет, и в том, что он еще два года назад знал о трещине в несущей конструкции дома, но молчал. Впрочем, это совсем другая история, о которой я расскажу в последующих выпусках. Продолжение тем обещает быть не менее интересным, чем ее завязка. А на сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин